Дмитрий Ильич, шуму среди политиков вы часто можете наделать, но последнее интервью с Поклонской, с экс-прокурором Крыма после аннексии, это что-то с чем-то. Во-первых, три часа вашего разговора, наверное, вам уже какую-то медаль за мужество, учитывая то, как вы с ней общались. А во-вторых, тот шквал критики и эмоций, которые вокруг вас на протяжении вот этих дней определенной украинской политикой уже, от европейской солидарности до некоторых слуг народа, ну это что-то фантастическое. Вообще, как вы пришли к тому, что вам именно сегодня, сейчас нужно поговорить с Поклонской? Как вы дошли до жизни такой? Где-то так, да. Формулирую. Вы знаете, интервью с Натальей Поклонской, конечно, шуму наделало, но интервью, которое у меня выйдет в понедельник на YouTube-канале Дмитрий Гордон в 18.00, но это не шум, если интервью с Поклонской это бомба, то интервью, которое выйдет в понедельник, ядерная бомбардировка. Ну что, Путин? Вот давайте я не буду открывать тайн, там 4 часа интервью. Я что-то думаю, что это Сурков, если честно. Там 4 часа интервью, и это невероятная история для истории нашей страны. Невероятная история. Это человек из Москвы, история невероятная. Теперь по поводу вашего вопроса. Я занимаюсь исключительно своей журналистской работой. Я никогда ни от кого не зависел, продолжаю на этом настаивать. Никогда. Я никогда не брал за интервью деньги. Я не отстаиваю интересы никакой из партии. Я хочу, чтобы учебники истории, лживые насквозь, были скомпрометированные давно, скомпрометировавшие себя, были отставлены в сторону. И чтобы историю изучали по живым свидетельствам свидетелей и очевидцев, которые содержатся в моих интервью многочисленных. Эти интервью выставлены в Ютубе. Любой желающий понять, что произошло в 1991 году в Беловежье, например, может посмотреть интервью с Бурбулисом, Кравчуком, Фокином, Горбачевым, Коржаковым и другими участниками этого исторического мероприятия. И понять, что происходило, как разваливали Советский Союз, например. Шушкевич у меня там. Люди, которые захотят понять анатомию предательства украинских высших и просто чиновников. Которые захотят понять, что произошло в Украине в 2014 году. Что было на Майдане на самом деле. Как Россия аннексировала Крым. Как зашла на Донбасс и так далее. Могут смотреть мои интервью, в том числе интервью с Натальей Поклонской. И понимать, и сравнивать, и делать какие-то выводы. Я так понимаю, вы в данном случае в интервью с Поклонской выступили следователем отчасти. Потому что материалы, которые состоят из трех часов, видеоматериалы, уже будет использовать прокуратура. По крайней мере прокуратура Крыма об этом заявила. Журналист никогда не должен являться следователем, кроме тех случаев, когда он следователем является. И журналист, и его вторая профессия. В данном случае я разговаривал с Натальей Поклонской даже не как журналист, а просто как человек, которому интересно понять правду и докопаться до истины. Потому что Наталья Поклонская стала в Украине символом предательства. И мне было понять важную анатомию этого предательства. Почему это произошло? Почему красивая, умная девочка, которая работала в Генеральной прокуратуре Украины в Киеве, почему она пошла на сотрудничество с врагом, почему она стала коллаборантом, почему она возглавила эту прокуратуру незаконно. Вы для себя поняли? Крыма. Абсолютно. И почему? Я для себя абсолютно понял. Вот вы знаете, мне неинтересен, допустим, Аксенов или Константинов. Вот неинтересно. Я понимаю эти типажи. Они для меня открытая книга. Вот Поклонская, мне было интересно разобраться, понять, что происходило с ней тогда. Я понял, что она заблудилась, что ее использовали. Использовав, выбросили. Я понял, что она жалеет очень о том, что она сделала тогда. Я понял, что она совершила предательство. Она давала присягу на верность украинскому народу. Она предала Украину, предала украинский народ. Это трагедия одной отдельно взятой личности, которая стала в результате трагедии всей Украины. Ну, по виду она выглядит абсолютно счастливой. И, по крайней мере, ее разные ранние интервью задолго до вас, до вашего разговора, они, конечно, показывают обратную сторону. Мне показалось иначе. Возможно, интервью были неглубокие. Я могу ошибаться, но мне показалось иначе. Это глубоко заблудившийся, глубоко одинокий человек, который, мне кажется, ностальгически вспоминает ту свою жизнь в Украине. И она, наверняка, была намного более счастливой, чем нынешняя жизнь в России. — Дмитрий, но таких, как Поклонская, на самом деле, тысячи. Тысячи украинцев, которые… Я сейчас и про военных говорю, и про тех, кто в разных сферах присягнув Украине, в те времена, оказавшись в Крыму, сбежавшие из Украины в Россию в том числе. Да, таких много. И здесь, конечно, можно дискутировать много часов о том, думают ли сейчас они об ошибках, хотели бы они вернуть все на вкруги своя и так далее. Я хотел бы у вас спросить, Поклонская, ну, в принципе, после вашего интервью точно открытая книга. Я у вас хотел спросить, с вами связывались из высоких кабинетов по поводу этого интервью с какими-то вопросами? Дима, зачем? — А что со мной связываться? Я сделал свою работу, я выложил ее в Ютубе, я не нарушил ни один закон своей страны. Журналист имеет право общаться с кем ему заблагорассудится. Тем более, что мировая история полна примеров, когда агентство CNN, по-моему, если я не ошибаюсь, берет интервью Усамы Бен Ладена. И вообще, я неоднократно говорил, что я бы сделал интервью с Гитлером и со Сталиным, и с Лениным с удовольствием, если бы они были живы. Это нормальная история, когда человек, имеющий свои твердые взгляды и убеждения, я о себе, беседует с другим человеком, у которого другие взгляды и убеждения, и они дискутируют, они спорят. Нормальная ситуация. Я хотел для себя, как гражданин Украины, как человек, выяснить, что произошло с моей страной. Мне кажется, я для себя это выяснил.